Девушки отдыхают Если в Провансе нет полиции, перестань, мы же крали пустяковых дел Дело в том, что владелец живет в нашем районе Это некий Маркус Фарло Футболист Вы его знаете? Коразон вывел нашу команду во вторую лигу Скажите ему, чтобы забрал машину и заплатил за парковку 12 тысяч евро 12 тысяч евро? А нам процент перепадет? Извините, он влюблен, такой мечтатель Ящите мягкое пространство Вот бы где поиграть в гольф Плохо дело? Справимся Нельзя рисковать, пусть пропустят день Хорошо Мы хотели бы увидеть Маркуса Фарло Простите, он не дает интервью Как жаль Мы работаем на один журнал А где он? Пошел в раздевалку, что вам нужно от него? Простите, мы не даем интервью Это вас устроит? Ничего страшного, проблема со стоянкой Полегче, он впечатлительный Если он такой впечатлительный, лучше пойду я Стой, дружок, начнешь спросить у него автограф, выйдешь и серо Ребята, что вы здесь делаете? Марш на поле Быстро, быстро Такие ленивые с утра Ваши парни отлично играют Мой сын фанат футбола Фарло его любимчик Сын говорит, он мог бы играть в первой лиге Да, но он отказывается от всех предложений Предпочитает спокойствие и славе Это редкость среди футболистов Верно, есть игроки похуже, которые изображают из себя звезд Пироден, давай, с утра уже как тюфяк Скажите, у вас есть подарочные майки? Нет, не для меня, а для моего сына Ладно, пойду в раздевалку Месье Фарло? Месье Фарло М6 представляет Дюваль и Моретти В главных ролях Александр Броссер Эммануэль Патрон Ребекка Хэмптон Маглуа Дель Кроваро По мотивам сериала Старский хач Музыка группы Синклер Красная карточка Давиде, что произошло, Давид? Меня Фарло вырубил Чем ты стукнул? Где он? Откуда мне знать? Я по лестнице Быстрей! Проклятие ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давиде, я не знаю, куда он делся Я тоже Что нашло, Фарло? Он напал на меня Ничего не сломал? Ерунда Ты показал ему счет с парковки Это его так взбесило? Я даже не успел сказать, кто я такой Он не должен был далеко убежать Зачем ему убегать? Ему что-то испугало Ладно Пошли Давид, вот он Фарло, стой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смылся С такой прытью Ему точно надо играть В первой лиге Вы можете мне объяснить, что произошло? Да Этот ваш чемпион Не просто впечатлительный Он сразу впадает в ярость Ладно, не волнуйтесь, мы его приведем Ну, есть тачка? Серый джип Он стоит на парковке Вы уверены? Конечно, вон он Подождите, он над нами издевается, что ли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маркус Фарло, футболист 30 лет, блондин в джинсах и черной рубашке Едет на сером джипе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полиция, выйти из машины Руки на затылок Вы меня испугали, я не знала, что вы из полиции А сирену не слышали? Я слушала музыку Что вам надо? Руки на затылок, ясно? Делайте, что он говорит, он сегодня нервный Что вы делали в этой машине? Это моя? Повернитесь Если вам нужны документы, они в сумочке Ладно Ладно С руками за головой это неудобно Я сегодня юмор не понимаю Простите, мадам Фарло Простите, мадам Фарло Мы думали, что за рулем ваш муж Что вы делали на тренировке? Я приехала за мужем, чтобы позавтракать вместе Объясните, что происходит? Мы искали вашего мужа Не волнуйтесь, ничего серьезного А у вас акцент? Мне нравится акцент, особенно из Восточной Европы Анастасия, это русское имя? Славянское Славянское Гвенсан, кончай трев Откройте багажник Вы могли бы повежливее Боже мой Что происходит, мадам Фарло? Вы у меня дома Можно подняться? Да Классный дом Футболистам хорошо платят Этот дом нам предоставил клуб Я переделала интерьер У вас есть вкус, Анастасия Большое спасибо Пойдемте, я вам хочу кое-что показать Здесь не показывался Да Вот 20 анонимных писем Все с угрозами Давно вам угрожают? Уже три месяца Мой муж не спит, не ест Весь на нервах Я заметил Почему вы не пожаловались? Он считает, что полиция не будет заниматься пустыми угрозами Вы знаете, кто мог бы его так ненавидеть? Понятия не имею Вы думаете, что сможете его защитить? В тюрьме он будет в полной безопасности Простите? В тюрьме ему будет спокойнее За что в тюрьму? За что? За нападение и нанесение увечья офицеру полиции во время службы Простите, его ему досталось, так что он нервничает Не обращайте внимания Простите моего мужа Он вас испугался? Он испугался? Знаете что? У него есть причины меня бояться Потому что, когда я его сквочу, он у меня свои бутсы съест Средиземноморский темперамент быстро заводится Но, уверяю вас, он славный малый Не могли бы составить список его друзей и посетителей? Мой муж замкнут У него есть только футбол и я А это что? Стимуляторы Он сейчас очень устает Они придают ему силы Это я заметил Нам нужно проверить эти стимуляторы Вы не против? Вам плохо? Нет, все в порядке, спасибо Я боюсь, что больше не увижу мужа Не волнуйтесь, найдется ваш муж Мы поставим у дома пост наблюдения, а я скоро вас навещу, чтобы убедиться, что все в порядке Вот моя визитка Спасибо Мадам Фарланд, если муж свяжется с вами, дайте нам знать Хорошо Спасибо Венцан, пошли Да Спасибо До свидания Я скоро вас навещу Чтобы убедиться, что все в порядке Вот моя визитка Ей плохо, нет смысла приставать к ней Прекрати, она тебе глазки строила, и ты растаял Вовсе нет Она слишком старалась Нельзя доверять женщинам, которые слишком стараются Руководство по обращению с женщинами от Давида Моретти Не верю я этой футболисточке Заводи машину, это у тебя лучше получается В этом году мы боремся за кубок, с такими чемпионами мы его возьмем Подождите, я не понимаю Милан был здесь менее часа тому назад Такое впечатление, что наркоман искал себе дозу Этот Барков ваш врач Вы идете по ложному пути Здесь только аптечка первой помощи Да Прошлю-ка я все это в лабораторию Сразу все станет ясно Похоже, они Друзья Может, они из одного котла черпали? Вы знаете, что Фарлоу угрожали? Нет Я не знал А это что за развороченный мяч? Это первый гол Маркуса во второй лиге Да ну От его удара с 16 метров мяч разорвало А гол засчитали? Разумеется Надо было сильно врезать Чем ты занимаешься? Изображаешь фанатку из группы поддержки? Вы знаете, кто бы мог сделать такое? У Баркова были враги? Понятия не имею Для меня он просто хороший врач Остальное не важно А нам важно Если что-то, знаете, выкладывайте Все равно мы узнаем Не знаю, кажется, он игрок в бокер или скачки А в прятки он умеет играть? Потому что нам придется обыскать все здание Свяжитесь с ним и скажите, чтобы он живо вылезал Ты идешь? Да Мел Свет Только после вас Откройте Полиция Откройте Он нас не слышит Мне жарко Давид Жарко Мы не одни, смотри Барков Он одет Значит, его сюда Затащили силой Да И обчистили карманы А это кто? Это же Е Деваль слушает Не надо ему звонить Мы его нашли в сауне Батарейка села Вен Сан Эти парни только что включили подогрев Что ты делаешь? Звоню Паломе Пусть освободит нас Ты что, хочешь, чтобы мы Выглядели полными идиотами? Сами выберемся А как вышибим дверь? Помоги мне Ты хочешь разжечь костер? Кончай порой чушь с умным видом Лучше помоги Давай Раз, два, три Раз, два, три Взяли Мы сдохнем здесь, Давид Нет Я тебе говорю, сдохнем Ты не думаешь, что будет лучше просто позвонить? Нет, нет и нет Мы уже похожи на двух идиотов Надо справиться самим, как взрослым мальчиком Тихо, без свидетелей Помоги мне У меня мозги плавятся Ты себе мстишь Давай Раз, два, три Все в порядке Знаете, если хорошо пропотеть, все токсины выйдут Дверь была заперта вот этим Да? Интересно, кто это сделал? Это отвертка Маркуса Мы ими закручиваем шипы на бутсах Ясно Спасибо за помощь, ребята Помогите вытащить человека С вами еще кто-то? Это ваш врач Барков У него тепловой удар Йоу Я вас послала уладить проблему с парковкой, а вы оказались в сауне с трупом на руках Милан Барков 40 лет, серб Виза с правом работы на 5 лет Его убил Фарло? Все указывает на это, только мотива нет Перед тем, как стать врачом, Барков играл Может, у него трение с Фарло? Или еще с кем-то Нет, смерть Баркова связана с Фарло Давид прав, этот тип в панике, его терроризируют письмами с угрозами Надо узнать, кто и почему Эксперты нашли два вида отпечатков на анонимных письмах Фарло и его жены Так что проверяйте А что во флаконах, которые мне передали экспертам? Смесь, все законно Понятно, смесь Он ее сам готовил? Или жена готовила на свой вкус? Кстати, что вы думаете о ней? Замужем, влюблена в своего мужа, разумеется, потрясена случившимся Слишком просто Лично я убежден, что это не дело нечисто Итак, есть две гипотезы Фарло узнает, что врач шантажирует его И убивает Или тот, кто шантажирует Фарло, убивает своего напарника, врача? Верно Я запущу поиск Фарло и поставлю наблюдение за его домом Установите причину смерти Баркова и устроите у него обыск Иди Вперед Простите, бланшара нет? Нет, он дома в кровати, с температурой под 40 Доктор Вероник Дебуа Лейтенант Винсон Дюаль Это место сразу расцвело, верно, Давид? Ты судебный медик? Да, а что? Почему ты не сказала? Ты не спрашивал? А ты полицейский? Понятно, вы знаменитая Вера На этот раз Давид не соврал, вы очаровательны Спасибо А ты вроде не рад меня видеть Нет, что ты, не в этом дело, просто я удивлен Ничего, привыкнешь Ну что, поработаем немного? Причина смерти Следствие удушения сломаны два шейных позвонка Тот, кто это сделал, либо силач, либо был в состоянии аффекта Либо все вместе На спине гематомы, очевидно, сильно били С ногтями остались частички кожи Конечно, лейтенант Моретти Но анализа ДНК еще нет А, токсический анализ? Отрицательный Хотите знать, что он ел на обед? Нет, нет, спасибо, и так сойдет Вера, знаешь, я тебе позвоню Что это за история? Ты побоялся сказать, что ты флик? Я никогда не говорю этого сразу А чего ты ждешь? Что значит чего? Есть другие способы удивлять девушек Да, но это заметно улучшит твой образ Будешь выглядеть защитником вдов и сирот Тебе это больше подходит А это что? У этого врача отвратительный вкус А мне нравится Стой! Я уверен, что это Фарло Надо его догнать Он снова меня провел Номер заметил? Да БЖ-542-740 еще Пошли, может там есть еще народ Молчи, не то пристрелю Похоже, это прибыльная профессия Ты посмотри Если это сделал Фарло, у него явно мозги на бекрень Нет, нет, он что-то искал Вот в чем дело Посмотри Оригинально Да, и все оборудование здесь Мариана для рельефного клеймения Переливчатые краски для защиты Хорошая работа Фарло Парня ждала Отличная карьера Что здесь произошло? Он спокойно изготавливал фальшивый паспорт Приехал тип на мотоцикле Увидел его Перестрелил И устроил погром Однако нет следов пуль Он же не умер от обморока Скоро тебе покажет Заодно повидаешься со своей Верой Да, Давид? Я предпочел бы встречаться с ним вне морга Смотри, я нашел ключи Баркова Он взял их в сауне Закрыл нас и приехал сюда Да Двести тысяч евро или смерть? Двести тысяч евро Думаешь, мотоциклист забрал деньги? Не думаю Если бы у Фарло были деньги Незачем было бы устраивать такой бардак Верно Надо проверить, не снимал ли Фарло деньги со счета Перестань В баночку с аспирином не засунешь двести тысяч евро Мы же не будем проверять все лекарства Наверное, у него здорово болели зубы Ладно, я тебя оставлю Нужно сделать одну вещь Вспомнил о семейном обеде? Нет, надо предупредить Анастасию Добрый день Здравствуйте, Анастасия У вас есть новости о моем муже? Да, но новости плохие, Анастасия Что? Мне жаль Ваш муж мертв У нас и так это случилось Мы ждем отчета медэксперта Но нам известно, что он делал себе фальшивый паспорт у Баркова Вы знали, что он хотел уехать? Иногда он говорил, что сильно разочарован И, как видите, у него были причины бояться Да Когда мы приехали на место преступления, кто-то сбежал от нас на мотоцикле Но не оставил следов У вас есть дети, лейтенант? Да Сын, Жульен Это замечательно Маркус тоже хотел детей Мне очень жаль, Анастасия, правда Вы не вспомнили, кто бы мог так сильно его не любить? Нет От него требовали 200 тысяч евро Вы не в курсе? Всего ли Если хотите допросить меня, сейчас неподходящий момент Простите, это в интересах следствия С вашего разрешения последняя деталь Он сам готовил смеси, которые разливал во флаконы? Да Почему он так поступал? Вы знаете, он немного маньяк А почему вы спрашиваете? Я пытаюсь понять его личность Это может вывести на убийцу Понимаю Простите меня Но мне нужно побыть одной Извините Хорошо Вы справитесь? Да Номер мотоцикла, который сообщили, не местный Он сербский Как и врач Странно Я связалась с коллегами в Белграде Скоро мы узнаем, кому принадлежал мотоцикл Комиссар, есть информация из банка? Да Вчера Маркус Фарло снял 200 тысяч евро в европейских казначейских бонах Значит, он хотел уехать Он даже жене говорил об этом Когда он увидел меня в раздевалке Он сразу же смылся, стало быть, он не пытался заплатить Эти боны принимаются в 25 странах С ними удобно скрытно путешествовать? Все говорит о том, что важную роль играют прошлое этих двух людей Анонимные письма, сербский номер, машина, брошенная на стоянке пять лет тому назад Эксперты нашли только пыль, ржавчину и вот это в бардачке Анна Манжан, Тарси, это в пригороде? Страховка выписана на имя Фарло, но платил за Ньюнион Добрый день, мадам Простите за беспокойство Вы, мадам Манжан Если речь о страховке, то у меня уже есть Успокойтесь, мадам, есть полиция Лейтенант Винсан Дюваль Я хочу задать пару вопросов Вы знаете Маркуса Фарло? Конечно, он мой племянник Бедняга из всех родственников, осталась только я Должен сообщить вам печальную весть, Маркус Фарло умер Думаете, вы сообщили что-то новое? Вы уже в курсе? Разумеется, я его тетя Конечно, знаю Погодите, мадам, а кто вас известил? Мэр Барнавиле, небольшого городка на Нормандском побережье Он мне позвонил В апреле будет пять лет Пять лет? Вероника, это довольно сложно Но ложный Марку занял место настоящего, чтобы стать футболистом во Франции Благодаря поддельным документам его врача Милана Баркова Баркова? Да Осталось установить его подлинную личность Есть какая-нибудь зацепка? Возможно У Баркова и Фарло одинаковая проблема с зубами У обоих много цементных пломб А на Западе давно применяют полимеры Значит, они оба сербы? Не знаю, но у Маркуса были не только фальшивые документы У него было фальшивое лицо Капиллярные имплантаты, чтобы опустить линию волос вот здесь Ринопластика, силиконовые имплантаты в пяти местах под кожей Это как минимум пять часов операции Значит, он не только спрятался во Франции, но хотел, чтобы его никто не узнал Он носил линзы, чтобы изменить цвет глаз От чего он умер? Остановка сердца Возможно, из-за периодизировки допинга Я не изучила пока остальные органы Только извлекла печень Печени хватит Бэнсан, это все те флакончики Нет, он сам их готовил Он не покончил с собой Этого я не говорил Просто кое-кто из его окружения подсыпал лишнюю дозу Если в тех флакончиках, что ты получила для анализа, будет передозировка Она может вызвать сердечный приступ Да, он мог умереть от этого Что дал анализ кожи под ногтями Баркова? Это ДНК вашего чемпиона Он убил Баркова Ну вот, мы сомневались, а теперь знаем наверняка Передайте ваше заключение Люку для составления фоторобота Он воссоздаст истинное лицо нашего героя Передам через час Хочу покопаться в его животе Передай Ты уже неделю запускаешь мячи в космос Ты хочешь, чтобы я тебя записал в секцию регби? А ты, Зир Тебе уже давно все надоело Так, парни? Если в воскресенье вы не постараетесь Все пойдет прахом Со второй лигой будет покончено Мси Жуе, господа Простите мы на пару минут Я знаю о Фарло Мы все в шоке Сначала Милан, теперь Маркус Мои ребята волнуются, есть все лет? Да, можете успокоить ребят Они не те, за кого себя выдавали Что вы говорите? Вы скрыли, что Фарло серп Он серп? Да, серп У него фальшивый паспорт, сделанный Барковом Барков, врач вашей команды Это новость Мси Жуе, вы прекрасно знали, что не можете брать в команду человека с подложными документами Или я ошибаюсь? Я ничего не знал Ну все, хватит Уберяю, я не в курсе Хватит поручей пуху, миссия тренер Да, потом мы устроим аудиторскую проверку финансов клуба Неплохая идея Мы слушаем Однажды Милан привел парня, который играет как бог, понимаете? У него был славянский акцент, а в документах значилось Фарло Вы знали, что он не француз, что у него подложные документы, но закрыли на это глаза Такой талант, как у него, это редкость А для меня это была возможность вывести команду во вторую лигу Хватит считать нас придурками, не то сейчас будете есть траву Ладно Ясно? Продолжайте Хорошо Вот, я получил сегодня утром письмо для Фарло Хотел передать его, но потом... У тебя 24 часа на то, чтобы заплатить Что за ерунда? Маркус уже 24 часа как мертв Что-то не сходится? Да, не выходит Скулы меньше на 2 сантиметра без силикона Нос тоньше Помедленнее Нос еще тоньше Барков знал, что Фарло не настоящий Иначе он мог бы шантажировать его, чтобы ладить карточный долг Нет, Давид, он мог бы провалиться вместе с ним Фарло потерял бы больше, чем он Забыла вам сказать, ребята У Баркова не было долгов, но его счету было 15 тысяч евро Так я не понимаю, зачем Фарло было убивать Баркова? Лоб на 2 сантиметра больше Челюсть справа и слева меньше на сантиметр Глаза карие Это же... Кто? Я где-то его видел Сейчас, сейчас Постарайся вспомнить А с карими глазами? Это же... Мирослав Владич, балканский форвард Вы это серьезно знаете? Конечно Мирослав Владич, Надежда Цервена-звезда из Белграда Как это может быть? Пять лет тому назад он сгорел в своем джипе Все поверили в это, потому что в машине оказался труп Но, вероятно, он лег в клинику, чтобы изменить лицо Я запрошу у Интерпола полное досье Нам нужны детали Кстати, о деталях Вы могли бы увеличить задний план? Что, за лицом? Кажется, статуя? Ну и что? Эта статуя сейчас находится у Анастасии, Давид Я, Давид Я, Давид Я, Давид Снимки делали здесь Пошли Опустите оружие! Опустите оружие, Анастасия! Анастасия, опустите оружие, спокойно Что это значит? Я испугалась Испугались? Разве мы не предупредили вас сиреной? Я услышала шум, времени подумать не было И я хочу отомстить за Маркуса Вы с ума сошли Вы могли нас убить, Анастасия Ну ладно, у вас есть разрешение на ношение оружия? Не знаю, это оружие из коллекции моего мужа Оно всегда было у него Больше я ничего не знаю Успокойтесь, Давид, она запугана Полегче, она так запугана, что стала опасной Будет палить, не разбирая Если бы вы не вторглись сюда, я бы не стала стрелять Да? Зачем она вам? Лапки вверх Давид, иди в машину Я подойду Дай сюда Анастасия, нам нужно поговорить Вы хотите сказать, что я вышла замуж за самозванца? Вы ни разу не усомнились в его личности? Нет Хотя, теперь понятно, почему он отказывался говорить о прошлом Да, и почему он хотел остаться в тени, как футболист Как он мог так поступить со мной? Я его любила по-настоящему Мне жаль, Анастасия, искренне жаль Понимаете, я не смогу больше никому доверять Вы знаете, не все ведут фальшивую жизнь Я оказалась словно в пустоте Я даже не знаю, как теперь себя называть Да, ваш брак недействителен, вы вышли замуж за человека, которого не существует Мне нужно идти Отдохните, если что вспомните о его прошлом Звоните мне, хорошо? Спасибо вам за доброту Я всегда готов помочь Могу сказать точно, Владич умер от передозировки Это было в сумке врача, который вы мне передали Не понимаю, Владич сам готовил свои препараты? Возможно, но здесь была передозировка Зачем врачу это делать? Ты и нам скажи Почему ты думаешь, что это был врач? Когда вы привезли тело, следы допинга были у него на пальцах Ты хочешь сказать, что он знал, чем рискует, принимая допинг? Конечно Я понял, его сорвало с резьбы Он не желает того убивать Баркова Потом ищет допинг в кабинете Баркова и у него дома, но не находит Он сдох Я так и не скормил ему в уцель Смерть Владича не была нужна никому Зачем убивать того, кого шантажируешь? Хуже того, до того, как пощупать денежки Да Ладно, я что-то проголодалась Пиццу хотите? Отряжь мне часть мозжечка Простите Да? Как дела? С радостью Хорошо Хорошо, уже еду Простите, это Анастасия Но, влюбленные, я вас оставляю Я еду с тобой, это опасно Чем не рискую? Нет, пользуйся моментом Барков, успокойся К тому же я освобожусь через час Давид Расслабься Лови момент Вам жарко? Вы уверены в том, что делаете, Анастасия? Да Я решила перевернуть страницу И мне нужны вы Здравствуйте Ваше здоровье На здоровье На здоровье Винсан Вы единственной, кому я могу довериться Вы хотите поговорить со мной? Да Я кое-что узнала О прошлом мужа Я вас слушаю В общем Я нашла его дневник Дневник? Покажите его мне Конечно Застраивайтесь поудобнее Что вы подсыпали в шампанское? Не беспокойтесь Все будет хорошо Да Деваль не с вами? Нет, я думал, что он здесь Не понимаю Вчера он встретился со вдовой футболиста Она сказала, что у нее новость А это кто? Главный подозреваемый По так называемому убийству Мирослава Владича Приговорен заочно пять лет тому назад С тех пор не всплывал на поверхность Удивительно, да? Ну, предположить, что он сгорел в джипе В то время, как Владич скрылся во Франции Валеност Уверена, что увидела эту фамилию утром среди сообщений Вот Полиция Белграда Владельцем мотоцикла Сербским номером является Станислав Валеност Ничего не понимаю Тип, которого ищет Интерпол Всплывает на свою мотоцикль через пять лет Что-то верится с трудом А вот остальные подозреваемые Свидетели по этому делу Подождите, что это за блондинка? Это сестра Станислава Соня Шутите? Это Анастасия Фарло, наша вдова Проклятие Это вы искали, верно? Почему вы так поступили, Анастасия? Секундочку Добрый день, лейтенант Моретти Один момент, пожалуйста Ваш приятель хочет знать, с вами все в порядке Да, Давид, все хорошо Меня здорово приложили, но все в порядке Вот А теперь, если хотите вернуть своего дружка, слушайте меня Мне нужны 200 тысяч евро в бонах казначейства И еще Немедленно уберите наблюдение Я сказала, немедленно Это Моретти Снять прикрытие Сейчас же сворачивайтесь, ясно? Возвращайтесь в контору Я за все отвечаю Ладно, ребята, сворачиваемся Вы пошутили насчет 200 тысяч? Их должен был забрать мотоциклист Нет Я бы удивилась Ведь мотоциклист, это я Анонимные письма тоже вы писали? Да Я отомстила ему, верно? Почему вы так ненавидели его? В то время он играл в Белграде И этот человек, которого я страстно полюбила и вышла замуж Замыслил недоброе против моего брата Он пригласил его, чтобы доставить мне удовольствие Но мой брат стал вымогать у него деньги Муж озверял Он оглушил брата Сунул его в джип и поджег И я спряталась Но все видела Это было ужасно Ваш муж знал Что вы видели? Нет, иначе бы он не взял меня с собой Чтобы избежать проблем с правосудием Он решил исчезнуть из страны Он не знал, что мне все известно Пошли Меня здесь больше ничто не держит Высовцы Выходите Если вы хотели отомстить Почему просто не рассказали все полиции? Тогда все закончилось бы через три минуты А мне хотелось, чтобы это длилось дольше Я хотела увидеть страх в его глазах Надо было продолжать Зачем вы потребовали деньги? Потому что не могла больше выносить его прикосновения Мне нужны были деньги, чтобы уехать Значит, это вы подсыпали порошок во флакон Вы убили его Сейчас угадаю Вы стянули аптечку Да У Баркова А замышляя преступление Выбросила Все антидоты, что были у мужа Столько жестокости У такой красивой женщины Это безнадежно Не правда ли? Я назначала ему встречу у Баркова А этот гад сдох до того, как я приехала И не сказал, где деньги Нет Хотя я догадываюсь Мне очень хорошо и узнала Слушаю Лейтенант Моретти Деньги спрятаны на стадионе Откуда вам это известно? Он не привез их к Баркову Значит, они в другом месте Где-то на стадионе Но где именно на стадионе? Вспомните, где вы его нашли Ясно Деньги спрятаны на стадионе Деньги спрятаны на стадионе Б гарм Деньги спрятаны на стадионе Благодаря Алло? Алло! Вы идите из кабинки. Бросьте мобильник и оружие. Откуда мне знать, жив мой приятель или нет? Посмотрите наверх. Покажите бон, и я освобожу вашего дружка. Где остальные деньги? Остальное получишь, когда отпустишь моего друга. Неважно, как скажете. Давайте сюда мои деньги. Покритайся с этой дрянью. Представь, ясно? Матч закончен, моя прелесть. Пошли. Все в порядке. Вен-сан. Отвинишь и лис. Славянская душа, Давид. Это Анастасия. Еще одна женщина меня бросила. Ну, ничего не поделать, у нас бы ничего не получилось. Мне придется расстаться с Вероник. Нет, зачем? Она классная девушка. Она меня пугает. Всякий раз, когда она ласкает мою грудь, мне кажется, что она препарирует меня. Это все в голове, Давид. Не хочешь поговорить с ней? Нет. Окажи разок на услугу. Ну, ладно. Поехали. Ты поговоришь с ней? Да. Я отвезу тебя в морг. Давид, хорошо, что ты приехал. Нам надо поговорить. Да? У меня плохая новость. Хотя, с какой стороны на это посмотреть? Говори, я слушаю. Я уезжаю на два года в США. Я просила о стажировке, а ответ пришел сегодня утром. Это замечательно. Просто замечательно. Для тебя. Правда? Ты не сердишься? Что ты? Как я могу сердиться? Надо двигаться дальше. Ты просто прелесть. Можно я тебя поцелую? Да, только убери эту штуку. Оператор Жиль Арно. Автор сценария Мартен Брасале. Режиссер Денис Берри. Продюсеры Натали Кевра и Олен Делаль. На русский язык фильм озвучен по заказу телеканала СТС в 2009 году. День гробы. Продюсеры Натали. Продюсеры Натали. Субтитры сделал DimaTorzok